Это новости на канале ВКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи сегодня прозвенел последний звонок. Со школы простились 2011-ти классников. В Адлере снесли самовольно возведенные торговые объекты. Ларьки демонтированы на улицах Цемлянской и Урицкого. Проблемные объекты фирмы Вант достроит другой инвестор. Об этом стало известно сегодня на общественных слушаниях. Больше сотни домов на заповедной земле. Такое открытие сделали представители нацпарка и администрации. Почти тысячу квадратных метров занял стенд Краснодарского края на форуме в Санкт-Петербурге. Как и в прошлом году, выполнен он в формате инвестиционного ресторана. Уже с раннего утра на переговоры туда приходят бизнесмены и политики. Сама деловая программа началась с федерального круглого стола. На стенде региона его провели впервые. Темой стало развитие малого и среднего бизнеса. Участники делились опытом, как поддерживают малый бизнес в различных регионах страны и даже в городах Германии. Вице-губернатор Кубани Василий Швец рассказал, какие условия создают для предпринимателей в нашем крае. Сегодня в бизнесе заняты 800 тысяч человек. Мы в каждом муниципальном образовании создали так называемый центр поддержки предпринимательства. Как единое окно, единую точку входа всех вопросов от бизнеса в том или ином районе. Не наездишься каждый день в Краснодар, не наобщаешься каждый день по линии колл-центра и так далее, а обратная связь постоянно нужна. Предприниматель, он, как правило, он же не обязан быть юридически образованным. Он инициативный, он предприимчивый. И вот мы как раз таки вот этими центрами поддержки предпринимательства, мы им помогаем правильно, такой как некий навигатор, мы их за руку ведем и показываем, что вот эти программы одни, эти вторые, эти третьи. Этим здесь можно воспользоваться таким способом, здесь вот таким. Делегацию Краснодарского края возглавил губернатор Вениамин Кондратьев. Ожидается, что глава региона сегодня проведет ряд встреч и подписаний. Вообще у Кубани в этом году довольно насыщенная деловая программа. У нас 9 федеральных круглых столов будет проходить на стенде Краснодарского края. Также очень большое количество соглашений, встреч с иностранными инвесторами, местными инвесторами. Мы ожидаем очень продуктивные, эффективные ближайшие 2-3 дня. Поэтому видим большой интерес к краю, особенно к инвестиционному ресторану. На экономический форум Санкт-Петербург Краснодарский край привез как отдельные крупные инвест-предложения, так и комплекс предложений в основных отраслях экономики. Также в рамках саммита Кубань презентует свой новый бренд. Законотворцы Кубани взяли курс на развитие социальной сферы. Парламентарии внесли изменения в закон о краевом бюджете на 2018 и плановый период следующих двух лет. Казна обогатилась почти на 6 миллиардов рублей. Как удалось достичь таких результатов и куда потратят дополнительные средства, расскажут наши краснодарские коллеги. На повестке дня у депутатов больше 50 вопросов, но в зоне особого внимания поправки в краевой бюджет. Экономика Кубани набирает обороты. Темпы развития региона выше среднероссийских. Расходную часть бюджета увеличили почти на 6 миллиардов рублей. На что направить эти деньги в этом году и двух последующих сегодня вновь с депутатами обсуждает Вениамин Кондратьев. По мнению губернатора края, приоритеты должны оставаться такими же, как и ранее. На все, что сразу нужно. Денег, конечно, в бюджете не хватит. Тем не менее, приоритеты мы с вами должны расставлять. И здесь наша будет максимальная результативность, если мы в этих приоритетах не ошибемся. Как и приоритетах в отрасли экономик, которую мы будем максимально поддерживать, так и в социальной сфере у нас, конечно, образование, здравоохранение, сфера ЖКХ. Это то, что максимально близко к людям. Потому что люди очень болезненно реагируют на любой сбой именно в этих направлениях. Поэтому они должны чувствовать не только, как я уже говорил, стабильность, но то, что эти направления становятся привлекательными и комфортными для быта, для жизни. Мы практически через сессию вносим изменения в бюджет. Давайте мы синхронизируем эти действия. И параллельно с внесением изменений в бюджет стараться на этой же сессии вносить изменения в наши программы. Мы теряем дорогое время. И мы можем прийти к ситуации, когда неосвоенные деньги, они подлежат, так сказать, они не будут освоены. Мы должны достаточно напряженно работать, чтобы ни одна копейка не была потеряна. Так и расходы бюджета расписаны все до копейки. В этом году в планах освоить 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Первым делом деньги пойдут на увеличение минимального размера зарплаты до 11 163 рублей. На это направление в казне региона теперь появилось дополнительных 700 миллионов. Львиная доля средств, а это больше 1 миллиарда рублей, отправится на дополнительное финансирование образования. В школы будут закупать современное оборудование, а в детских садах организуют новые рабочие места. Дополнительно 800 миллионов рублей пойдет на развитие здравоохранения. Больше половины направят на оборудование для детских поликлиник. Остальные средства на обустройство для фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий по всему краю. Однако поправки в бюджете могут быть не последними. У нас есть еще резервы. То есть те поступления доходов, которые мы имеем на 1 мая, по налогу на прибыль, НДФЛ, это основные поступления, они вселяют серьезный оптимизм. Я думаю, что мы еще вернемся к рассмотрению бюджета, увеличив доходы и тем самым направив средства на улучшение качества жизни наших земляков. В Краснодарском крае, наверное, это не уникальная ситуация. Это ситуация роста, это результат роста экономики. Это воплощение всех тех нормативных управленческих решений, которые позволяют экономике получать дополнительные доходы, которые идут в качестве налога в наш бюджет. Уже есть планы и на 2019 год. Дополнительно казна региона вырастет более чем на 2 миллиарда рублей. Четверть из них отправится на создание яслей, увеличат расходы и на спортивную инфраструктуру. В самых отдаленных районах Кубани должны появиться залы для тренировок и плавательные бассейны. Вениамин Кондратьев призывает больше внимания уделять и развитию сельской местности. Но все эти цифры должны быть не просто на бумаге, а отразиться на благополучии людей, считает глава региона. Тут мне понаписывали этих цифр. Реально люди их должны видеть вокруг себя. Тогда это будут цифрами. А пока это еще статистика. Вот статистика, при том не реализованная. У меня даже, знаете, вот тут одно из затяжений было написано, очень интересно, что впервые с октября 2016 года реальные денежные доходы населения не падают, а растут. Понимаете, то есть вот я, как обычный человек, который хожу среди этого самого населения, я даже не стал зачитывать, потому что я засомневался в том, что здесь статистика права. Можно и зачитать тоже, с выражением при том. А потом, что народ скажет, лучше не слышать. Поэтому я уже вот и вам говорю, то есть можно продолжать здесь это все с гордостью произносить. Но я еще раз подчеркиваю, это будет тогда воспринято людьми, когда они вокруг себя будут видеть конкретные реальные изменения. Какие бы проекты не были приняты, их нужно согласовать с населением, говорит глава региона. Ведь все, что делает законодательная и исполнительная власть в Кубани, должно сводиться к улучшению жизни обычных людей. Последний звонок сегодня прозвучал для 80 тысяч учеников Краснодарского края. В первой школе станицы Динской выпустилось 26 школьников. Поздравить их с окончанием учебного года приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он больше 30 лет назад также стоял здесь на торжественной линейке. По мнению главы региона, сегодняшний праздник – это не только завершение школьной поры, но и первые шаги на пути к взрослой жизни. Идите смело вперед, не останавливайтесь. Я смотрю, конечно, волнуются и радуются родители. То же самое, друзья, волнуются и радуются учителя. Но самое главное, что у них в глазах, конечно, есть и тревога. Тревога, насколько у вас получится в жизни быть самостоятельной. Насколько вы в жизни станете успешными. Верьте в то, что вы много сможете. И что бы ни происходило со страной, с Кубанью, помните и понимайте, что вы отвечаете, какой она будет завтра. Всех жителей школьной планеты детства я поздравляю с наступлением школьных каникул. Ребята, яркого, насыщенного, интересного лета. Помните, что каждый день школа вас ждет. После ученики отправились на последний урок. Его в этом году, объявленном в России годом, волонтеров посвятили доброте. Уже в классе глава Кубани обратился с напутственными словами к выпускникам не только 11-х, но и 9-х классов. Это те ребята, которые стоят перед выбором. Какую рабочую специальность выбрать. Глава Кубани акцентировал их внимание на том, что главное в их жизни – это найти любимую работу. Вне зависимости от того, в какое учебное учреждение они поступят. Конечно, в жизни вы хотите стать успешными. Но успеху он определяется не только карьерой. Он определяется жизненным комфортом. То есть вам должно быть комфортно и радостно каждый день приходить на работу. И с грустью с нее уходить. И вот тут даже диплом о высшем образовании не создаст вам жизненного блага. Можете выбрать рабочую профессию, рабочую специальность и радоваться каждому дню. Вам будет комфортно. И вы эту рабочую специальность, рабочую профессию сделаете престижной, потому что на самом деле будете высококачественным специалистом. И люди к вам просто будут идти. Вот в жизни всегда нужно делать этот выбор. Дети уже распланировали летние каникулы. После экзаменов многие отправятся на отдых. А для оставшихся в станице учеников в школе будут работать кружки и секции. Ну и в Сочи сегодня также прозвенел последний звонок. Со школой на курорте простились 2011-классников. Белые банты, белые рубашки, разноцветные шары и слезы в глазах. То у школьников, то у родителей. Прощание со школой у одних впервые, у других снова. На торжественных линейках сегодня утром в Сочи собрались более 25 тысяч учеников. А в школе поселка Головинка приветствовали почетных гостей. Среди них ректор первого казачьего института. В нынешних выпускниках Валентина Иванова видит будущее сочинского поселка. Практически это новая страница истории Головинской средней школы номер 78. Более 60 лет назад она была построена теми учителями, которые после войны поднимали школу. Среди них был и мой отец Куликов Николай Яковлевич. Дорогие друзья, новая страница, новая история школы. Это память тех, кто поднимал город Сочи после войны. В минувшем учебном году во всех школах края открылись казачьи классы. Один такой успешно проработал год и в 78-й школе. В подарок ребятам казачьи папахи, икона и полное оснащение кабинета наглядными пособиями. С первым шагом во взрослую жизнь сочинских выпускников поздравил и глава курорта. Анатолий Пахомов отметил, сегодня Сочи – это город, в котором можно успешно учиться, работать, принимать участие во множестве международных мероприятий, быть дома и быть вместе со всем миром. Вчерашние школьники с учебниками еще не прощаются. Впереди сдача ЕГЭ и поступление в Бузы. Надо же продвигать наш город дальше и стремиться только вперед. Ну и родную школу сегодня клянуться не забывать. Это все мое детство. Я все детство в ней провел, поэтому я когда вырос, чтобы вспоминать о нем, навещать учителей. В этом году около 200 сочинских девятиклассников претендуют на получение аттестатов с отличием. 183 выпускника 11-х классов также получат аттестат с отличием и будут награждены медалью за особые успехи в учении. Инга Габешия, Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Сочинские выпускники сдадут первые ЕГЭ 28 мая. Участниками единого гусэкзамена по географии станут 38 человек. По информатике – 117. Все они выпускники этого года. Абитуриенты и выпускники прошлых лет будут сдавать эти предметы в дополнительный период – 22 июня. В этом году полный комплект экзаменационных материалов будет распечатан прямо в аудиториях перед учениками в 10.00. За процедурой проведения единого госэкзамена будут следить общественные наблюдатели, в состав которых включены представители родительских объединений, общественных организаций и студенчества. В эту субботу, 26 мая, в Сочи официально стартует курортный сезон. Впервые решено было отказаться от карнавала в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу, но программа, тем не менее, обещает массу интересного. Старт праздничным мероприятиям даст в 9.00 на набережной реки Сочи легкоатлетическая акция – традиционный забег на короткую дистанцию. На площади перед городским собранием с 10 часов будет открыта выставка продажи цветов и садовых растений. С 15 до 18 часов на площади перед библиотекой имени Пушкина состоится литературная программа «Голос поэзии». Среди участников поэтической встречи не только местные авторы, но и гости со всей России и даже из-за рубежа – участники литературного фестиваля фестивалей, который в эти дни проходит в Сочи. В Черешневом саду с 16.00 для детей будут организованы мастер-классы от студии «Яролаж», розыгрыш призов, малышей ждет встреча с любимыми сказочными героями. Молодежное движение «Жар птица» и артель кулачных боев, возрождая русские традиции, проведут народные гуляния с русскими традиционными танцами, молодецкими забавами, хороводами. На площади «Флага» с 16.00 начнет свою работу спортивно-развлекательная программа для детей и молодежи. Мастер-класс для всех желающих проведет мастерская балета Егора Семачева. Основная наша площадка в этом году в связи опять с тем, что фан-зона у нас формируется для чемпионата мира на Южном Малу и теперь не Южный Мал, основная точка притяжения для празднования дня открытия курортного сезона у нас будет площадь художественного музея, площадь искусств. Там будет установлена наша основная сцена, там пройдут наши основные мероприятия и смыслом основных мероприятий в этом году станет вручение городу Сочи голубых флагов ЮНЕСКО нашим пляжам. На площади перед художественным музеем в 17.00 начнется праздничная программа. Зрителей ждет светодиодное шоу, фаер-шоу, выступление лучших творческих коллективов города. В 18.00 часов у памятника Владимиру Высоцкому начнется выступление авторов-исполнителей. В 18.30 в арт-галерее Форд состоится торжественное открытие указательного знака нулевой километр. К другим новостям. В Адлере снесли самовольно возведенные торговые объекты. По распоряжению главы города ларьки демонтированы на улицах Цемлянской и Урицкого. Это очередной этап демонтажа объектов, самовольно возведенных на муниципальной земле. Эту работу городская администрация будет проводить на постоянной основе. Подобных объектов, стоящих в плане на демонтаж, на курорте немало. Как говорят сами предприниматели, их ввели в заблуждение арендаторы, не уведомив о статусе торговых ларьков. Это является муниципальной землей. Соответственно, здесь полностью легитимны все действия. Призываем всех обиженных, обманутых людей писать заявление в полицию. Если полиция уже углядит тут заведомо неправильный, незаконный замысел тех, кто организовал этот горе рынок, значит, писать заявление в полицию, чтобы они уже рассматривали факт мошенничества и, соответственно, уже принимали свои меры. Что будет на месте демонтированных торговых павильонов, пока неизвестно. Оно в том, что будет красиво, сомнений нет, отмечают в мэрии. Ну и пока в центре Сочи борются с самостроем и высоко в горах на земле, охраняемой государством, за несколько лет абсолютно безнаказанно возвели больше сотни домов. Такое открытие сделали представители нацпарка и администрации. Как выяснилось, возникли они не на пустом месте. Здесь, на вершине горы Аишха, давным-давно водили стада пастухи, а летом жили в балаганах. Спустя десятилетия там, в домах, селятся совсем не пастухи. На каких основаниях, узнаем мы из нашего следующего сюжета. Отличный вид, свежий воздух и первозданная природа. На фоне всего этого великолепия расположился город-призрак. Высокогорное гетто находится на территории Сочинского национального парка. Место – природоохранное. Однако здесь стоят полуразвалившиеся дома и повсюду разбросан мусор. Единственный гость – лис. Это сейчас, говорят сотрудники нацпарка, здесь не души. Летом в бараки заедут хозяева. Вот только на каких основаниях, никто сказать не может. А поскольку живут на горе на птичьих правах, то и соблюдать законодательство об охране природы считают необязательным. Здесь же у истоков горной речки вписалась в ландшафт газовая плита, бытовой и строительный мусор. А ведь возник весь этот хаос не на пустом месте. У селения есть своя история. В советские времена здесь трудились пастухи. Они выводили скот на высокогорные пастбища и ночевали в возведенных ими же балаганах. Сейчас посущегося стада здесь не встретишь. А вместо нескольких временок кочевников вырос целый микрорайон из сараев с горами мусора вокруг. Никаких разрешений на это строительство ни у кого нет. Сейчас инспекторы Сочинского нацпарка проводят расследование по этому поводу. Здесь налицо факты нарушения режима слабоохранения природной территории, выразившись в складировании и строительного мусора, и бытовых отходов. Никто отсюда, естественно, ничего не вывозит. Шанхай на горе Аишха превратился в подобие летнего дачного поселения, только незаконного. Условия идеальны. Вокруг дикая природа, альпийские красоты и кристально чистый воздух всего в паре часов езды от шумного города. И оставлять эти места добровольно, конечно, никто не хочет. При этом прикрывается все это паспортом эколого-просветительского маршрута. Некая ООО «Триумф» заключила договор с прежним руководством нацпарка. Маршрут существовал с 2013 года. Обозначенные в нем временные балаганы должны были стать временным приютом для туристов, которых в горах застала непогода. Однако на деле временные строения стали постоянными, а гостеприимство местных жителей вряд ли кто-то воспользовался. Никто никогда никаких туристов тут не встречал, не подходил к нам, не говорил нам. Присядьте, отдохните, попейте родниковой воды. А вы не хотите переночевать или еще что-нибудь? Я два года пытался найти кого-то, чтобы организовать здесь скитурный лагерь. Я не смог. Все те люди, с которыми я общался, они говорили, ну как это чужие люди будут жить в моем доме, да еще без меня. В 2018 маршрут закрыли. Начать проверку законности этих построек мешал снег. Сейчас, когда появилась возможность добраться до вершины Аишка, нацпарк начинает расследование. Все постройки, а их по предварительным данным более 140, запротоколируют. Найдут и самопровозглашенных собственников. Там образуется наша с вами питьевая вода, которая идет в наши водозаборы. И по понятным причинам мы не можем допустить развития какой-то деятельности, которая влияет на качество питьевой воды, которая к нам идет сюда. Вот в этой части мы, безусловно, поставили все под контроль. Первые итоги проверки представители национального парка обнародуют 1 июня. К этому времени определят и степень нарушения закона об охране окружающей среды. Расположено оно, к слову, в непосредственной близости от Абелиска участникам обороны Кавказа. Одно можно сказать точно – в таком запущении памятное место больше не будет. Бараки, безусловно, разберут. Вот только кто восполнит нанесенный природе ущерб? Возможно, на этот вопрос ответят природоохранные контролирующие органы. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Проблемные объекты компании ВАНТ планируют достроить другой инвестор. Об этом стало известно сегодня на общественных слушаниях в администрации центрального района. Причем инвестор берется достроить все три комплекса. Это жилищные комплексы «Фристайл», «Эдельвейс» и «Долина». Во все эти объекты обманутые граждане вкладывали свои деньги. В одном только ЖК «Фристайл», который планировалось построить на аренде, 9 многоквартирных 18-этажных домов признано обманутыми 185 человек на сумму больше 500 миллионов рублей. Строительство прекратилось после того, как были очерчены контуры первого здания. В течение 11 лет инвесторы отказывались достраивать эти здания. Люди не могли получить заветные квадратные метры. Сейчас же группа компаний «Альпика» готова взять на себя эту ответственность. Инвестор достроит ЖК «Фристайл» и чтобы достроить два других непривлекательных с финансовой точки зрения объекта, было предложено увеличить площадь этого комплекса. Вместо 18-ти этажей сделать 20. Вопрос был вынесен на общественные слушания. Большинство присутствовавших проголосовало за увеличение площади объекта. Жители понимают, что таким образом будут решены многолетние проблемы обманутых дольщиков. МУП «Водоканал» проводит в городе рейдовые мероприятия. Обследовано 400 объектов. Главная задача – проверить, как работают локальные очистные сооружения. Канализации, которые начали массово устанавливать Сочи на придомовых территориях с 2015 года. Сегодня вместе с сотрудниками «Водоканала» ситуацию с канализованием в селе Измайловка оценила и наша съемочная группа. Контроль лосов им занимается служба экологического контроля МУП «Водоканала». По мнению специалистов, многие жители выполнили требования природоохранного законодательства, установили лосы, а вот их обслуживанием не занимаются. В итоге оборудование фактически работает впустую. Взятые пробы на 36 участках не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Следить за работой лосов поможет Роспотребнадзор. Обращение в тот же Роспотребнадзор, в лабораторию аккредитованную, которая должна проводить производственный экологический контроль, также отбираться пробы на соответствии качества. Но качественную работу очистных сооружений выполняет сам собственный. На то есть паспорт локального очистного сооружения, где все четко и ясно прописано. В большинстве своем собственник, установив локальные очистные сооружения, считает, что он раз поставил и забыл. На самом деле это не так. Водоканал обследовал в городе 400 объектов. В результате на 80 приходилось ограничивать подачу воды, так как есть нарушения. В селе Измайловка система очистки источных вод, существующая в советские времена, сейчас не работает. Поэтому происходит сброс неочищенных источных вод на рельеф. Здесь и частный сектор, и многоквартирные дома. Порой там, где люди и хотели бы поставить лосы, не получается. Мы не можем сделать никаких локальных очистных сооружений, потому что здесь муниципальная земля. Мы не имеем на это права, понимаете? Там, где есть серьезные нарушения, ограничивают подачу воды. В любом случае с жителями проводятся профилактические беседы. Лосы должны быть везде, и у домов, и у школ, и у клубов, и у коммерческих предприятий. И не просто должны быть, а обслуживаться. Сельчане просят, в свою очередь, власти курорта ускорить процесс включения Измайловки в городскую программу канализирования. Известно, что подключение села к городской канализационной сети запланировано на ближайшие годы. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.